Всем привет, с вами Дима, и сейчас мы послушаем прекрасную Диану, которая поёт песню Fallen in Love. Песня всем известная, в огромном количестве вариаций мы слышали это произведение. Кто-то пел это нежно, кто-то громко, кто-то мощно, кто-то в рок-обработке. В общем, очень много версий, потому что песня супер популярная. Но здесь интересное решение. Песня, которая написана в мажоре, здесь поётся в миноре. Я потом же в конце реакции покажу вам разницу между звучанием этой песни в мажоре и в миноре прям параллельно. Поэтому смотрите до конца, мне будет очень и очень приятно. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Что ж, приступим. Диана Анкудинова, Fallen in Love. Зазеркалье. Что-то потустороннее. Диана Анкудинова, Fallen in Love. Диана очень вкратчиво и низко пропевает эту партию со своим фирменным, очень широким, объёмным звуком. В голосе слышно что-то очень личное и задумчивое. Она как будто нам шепчет, но поёт. Смотрим и слушаем дальше. Диана Анкудинова, Fallen in Love. Очень неожиданно здесь партия, которая пропевалась в первом куплете внизу, во втором поётся наверху. Первый куплет. Второй. И когда тон повысился, всё стало более трагично. Ещё там аккомпанемент очень хороший, и пульсация добавилась. Можете прислушаться. Добавляет драматизма очень и очень. Вообще не часто я в песнях у Дианы могу услышать, где она пропевает вот таким тоненьким голосом наверху. Звучит очень хорошо. Я бы субъективно сказал, что здесь можно пропеть таким звуком, если мыслить свой голос как плач ребёнка. Слушаем и смотрим дальше. Все в шоке. Слушаем и смотрим дальше. Очень драматичное место. Просто всё скопилось. И визуальный ряд, и сама аранжировка очень интересная, плотная. Плюс здесь, по идее, в середине должен быть другой мотив, другая мелодия. Но здесь сочинили вокализ, и Диана пропевает здесь очень проникновенный вокализ. Опять же, этим высоким голосом, который у неё, как бы сказать, не так часто используется. То есть обычно слышен вот этот плотный, объёмный, фирменный звук. Но здесь оно пропевает практически оперным звуком. И насколько я помню визуально, это Юсиф Эйвазов, который оперный пьётся. Он не просто так встал и очень удивился. Перестроиться с такой очень объёмной, глубокой позицией на светлый и красивый, почти оперный тон, Это очень здорово и, более того, интересно именно в голосе Дианы это услышать. За этим номером стояла огромная работа в целом. Работников сцены, аранжировщиков. И самой Дианы, то, что она здесь сейчас транслирует очень глубокую и сильную эмоцию. Грусть. Банально. Песня полностью минорная, хотя должна быть мажорной. Здесь транслируется что-то очень тяжёлое и грустное. Посмотрим чуть-чуть перевод первого куплета этой песни. Вот, чтобы погрузиться в немного более тонкое восприятие всего, что здесь сейчас происходит. Значит. Мудрецы говорят, спешат лишь дураки. Песня про любовь и очень сложную любовь, но в миноре от этого ещё больше идут мурашки по коже, потому что любовь очень сложное чувство. Слушаем дальше. Умница, прелесть. Очень здорово звучит. На таком контрасте после лёгкого, высокого, мягкого вокализа в средней части. Супер плотно, супер мощно пропевает Диана. И, ну, хочется хлопать. На самом деле, что ещё отмечу. То, что вот этот объёмный звук, который она делает, обычные, не особо профессиональные певцы, просто банальные ученики, которые только постигают вокальное искусство, они могут делать такой оттенок, очень объёмный, по наитию и не зная все возможности своего голоса. И, соответственно, когда ты не всё знаешь, ты просто применяешь это много и только так. Но Диана использует здесь этот навык объёмного такого звучания. Очень осмысленно. Она это делает ровно столько, сколько нужно сделать, чтобы а. голос не сорвать, б. голос звучал красиво и интересно. То есть она знает свой вокальный диапазон, не только чисто нотный, но и динамический вокальный диапазон. Это очень приятно. И в конце красивая нотка головным голосом. После очень плотного Абсолютно головная нота. То есть для Дианы не составляет сложности взять и перестроиться в другой регистр, более того, чтобы это звучало в контексте того, что она делала до того. А сам взгляд, посмотрите, какой у неё здесь взгляд, когда она всё это пропевает. Ну, полное погружение в песню. Прелесть. И платье очень красивое. Что ж, давайте я сейчас перейду за фортепиано и покажу вам наглядно, в чём разница между мажорной версией Fallen in Love и минорной версией Fallen in Love. Приступим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет очень интересно. Дальше. Сейчас я почти сделал ремонт у себя в основной комнате, и реакции будут появляться чаще. Переходим за фортепиано. Итак, мы переместились к фортепиано. Сейчас наглядно послушаем минорную и далее сразу мажорную версию Fallen in Love. Минорная. И мажорная версия. Ну вот. Разница очень большая. Если у нас мажорная звучит очень ярко, сочно и светло, то минорная трагично и темно. Первую фразу покажу сначала в мажоре, наоборот, а потом в миноре. Только одну фразу. И в миноре. Очень большая разница. Минорная, более глубокая версия. Далее опять в мажоре фраза, и сразу она же в миноре. В миноре. Более трагично. Дальше вообще интересный ход. Банально, если в мажоре звучит очень банально, вот, ну, максимально простая мелодия, которая только может быть, но она звучит красиво, в контексте и к месту, то в миноре она звучит очень необычно. В мажоре. В миноре. Она очень трагичная, очень темная, мистическая. И здесь просто две малые секунды, которые нам могут дать, угадать по звучанию, звучание каких народностей. Вот. Аккорд здесь вместо обычного, светлого. Очень напряженный и темный, уменьшенный. Очень трагичный. Встречается он у большинства классиков, особенно он ярко звучит, скажем, у Баха, когда всякие штуки вроде и они разрешаются уже в что-то мажорное, позитивное. не минором заканчивается, а мажором. Но здесь нет, песня все равно очень минорная, она и заканчивается в миноре. И... А в мажоре было бы. Это было бы в миноре. Can't help. Минор. Звучит совсем по-другому. Вот. У Баха обычно такая штука использовалась, как показать, что все закончится очень хорошо, светло и где-то там у Бога. А здесь у нас очень трагично и мажор ничто не предвещает. Максимально темная мелодия. Ну и сейчас уже более трезвым взглядом закрепим, внимательно послушаем то, о чем я говорю. Вот то, что в этих фразочках есть, в чем разница. Постарайтесь это услышать. Сначала будет мажорная версия, Fallen Love, и потом минорная. Один куплет. Возвращение в любви. Минорная. Минорная версия у меня закончилась в мажоре, совсем как у Баха. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень и очень приятно.